ну что руби собраться с крестом с вами продолжаем и black book грязная игрушка очень долгая но сам если даже не помню где а то очень давно проходил вот продолжаем проходить завод 3 печали даже открылись на 3 печати с вами открыли поэтому даже буду наневать предыдущий кушать просмотра заст на продолжаем и был бук по 4 опиши палец уводит николай а у есть кто-нибудь прошка холодный какой туман мне нужно выбираться вроде бы на запад к чердани а где тут запад может быть если выйду на поляну пойму папа это все не помню случайно находится на полном положении блокбуком исправил ни одной серии вот и подсадочек тоже там сверху 2 будет пошла серия будут по блокбуку дам и полис тоже прикреплены скамбас ваш телефон чуть ниже писать в карте же сам про сказки вот чела здесь а у нас 4 печати так у нас 400 печать вообще так вот так он стоит сделаем так что посмотрели погнали в путь сразу же пчелова довольно-таки играю вырастают призрачные силуэты сначала старый голбец затем покосившийся крест сколоченный наспех из замшелых ветвей вы осторожно идете вдоль гниющего забора и невольно вздрагиваете в дымке проносится стая черных птиц на мгновение разорвав тишину удар сердце и вы вновь остаетесь в одиночестве впереди еще одна роща я помню что она была довольно кичунула была она довольно кичелова игра откуда 4 почему жалко пошли там точно 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 тебя только хорст оборачивающих вы замечаете красную ленту и удара тянетесь на ней она истерта временем и изъедена червями только вы дотрагиваетесь до трухлявой ткани как она распадается на части однако впереди виднеется еще одна лента за ней еще одна похоже они указывают вам путь так не не проглядная дымка чувствуете дымка не прогляднее там и дорогу ну нужно найду вывораченная ель господи какой огромный ель грозой завалила аж извлекаю ветки видны станки рейтинге с выгодится словно живы давай уста подним ладно чё выбраться из леса у нас задание ты кто так секунду ребят прощение то тянутым дымкой лугом просека продолжается слева и справа вы останавливаясь обращающим что я дальнейшем пути ваш взгляд падает на лесную опушку и мороз пробегает по коже темный силуэт лешего возвышается над одной из тропин хмур леса все пиздец хмур леса спать перед затянутым дымкой лугом просек или просека просек наверно продолжается ли слева и справа вы знали думать о дальнейшем пути ваш взгляд падает на лесную опушку и мороз пробегает по коже темный силуэт для шоу возвышается над одной из тропин на к за бесом а вот и страну каша будете страны шуток считаете вы вы собираетесь обойти без со стороной а жди всякие опа сюда 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 куда-то опа опа вот а да 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 все быть все собираетесь обойти без со стороной да да вы идете в сторону лешего но дорога ускользает снова лес ветви ели незамеченные в тумане выпрыгивают из марева и ранят вас в туманной тишине слышны только размеренные хлопки в ладоши почему-то с каждым хлопком становится все страшнее вы делаете глубокий вдох и вспоминаете старые уроки деда егора я не могу плутать и дальше так можно и навек тут остаться надо успокоиться и подумать что я могу сделать чтобы дорогу найти мне не помню этого знаткость дорогу надеюсь одно средство чтобы из леса выйти уж точно не нами не нами сидеть или кругами ходить вернут одежду типа так есть один способ одежку надо перетряхнуть да на левую та сторону сделать тогда и черт водить перестанет вы раздеваетесь туман пронзительным холодом обступает со всех сторон вы быстро вытряхиваете одежду затем выворачиваете ее наизнанку одеваетесь и смотрите вверх нечистая сила исчезла только хлопки разносятся по лесу туман постепенно отступает и в отдалении вы видите деревню среди леса ее обступили ели и сосны однако похоже в этом неприветливом месте все-таки живут люди в некоторых окнах видны горящие лучины а из труб ползет дымок впереди на старом пне стоит пара странных сапог с синим отливом но не забирайте необычную обувь и отправляетесь к людям сюда так подожди-ка но это я понял о чем здесь стоит все противеньку по 6 вот этот видишь просто написано что все процентов типа защититься от вражеской порча здесь сто процентов защитить типа столько статусу порча это нам нужно сто процентов так жить и ребят так мы погнали в деревню сходим вы добираетесь до деревни кажется что гудящая тишина леса здесь отступает хоть сосны и расположились вплотную к избам жизнь тут течет своим чередом несмотря на то что многие дома стоят заброшенными вы замечаете на улице охотника и окликайте его помогай господь бог в помощь погоди-ка ты новая что ли а вот так встреча вот так встреча эй народ марпа дома ты глядить к еще одну лес чесной вывел что это за деревня а немзя это немзинские мы да и ты теперь тоже надолго думаю надолго расскажи про деревню вашу она теперь и твоя пермятская это деревня мы тут язвенцы до русских есть часть я так может пермяк худой но два языка то знаю да чё про немзю то скажешь пашем слова не скажем соли только мало не как раньше так надолго то я тут останусь а вот так лес чесной нас держит не пускать никуда уже со счету сбился сколько лет так сидим как никуда не пускает тут тут у нас и лес просторный есть и поля чё хош но идешь далече если все туман не пускать плутаешь и обратно выходишь а если одежку да все перепробовали и с молитвой и с переодеваниями то сейчас уж смирились сколько прошло несколько лет не сосчитать уже леший не только меня выводил аккуратней поминай то не только тебя ворса привел хватат где-то плутала ты потому и попала недавно извозчик один тоже пришел завел его к себе лес чесной но теперь-то и ты с вами поживешь ну а чё нашляк я весь день по лесу хожу из сил выбилось несколько изб заброшенными стоят ночью где душа угодно вон в ту избу иди там никто сейчас не живет так ладно пора мне заболтался не поймаю ничего с разговорчиком да а завтра зайду проведаю под утро спасибо тебе меня василисой зовут но я ефим иисус тебе под бык так давай смотреть черная книга опять вот здесь так а сколько у нас здесь еще печати с тобой я посмотрим а то есть мы по факту половинство игры прошли раз два три четыре пять шесть на дополненную стуга прошли тоже на 4 5 часть у нас 3 осталось 3 с тобой все и будет финал интересно проснулась вот тебе бабы передали пельменей до молока к рынку позавтракаешь дэк чё ты из надких ведь так я филимон пастух тут я вчера то не понял сразу а книгу у тебя приметила марфа так мне и сказала да и я приметил чё ты я пастух тут так тоже знаткой по-своему не лезь поперек старшего то погоди да я расскажу я сам охотник а еще знаткой всегда по-доброму с лесным хозяином то а конечно грамоту давно писал а не твое дело пелька дак отчего мой карабин то ронки а метки я может и знаю кое-что почему спрашиваете то деревню вызволить хотите что деревня думаешь плохо нам тут живется да может и хорошо что мы тут и фильм он так говорит всегда детвору в рекруты не уводят баре не лютуют да только в армии паёк а на деревне голодно бывает но все же лучше на волю эх мечты да не в том дело пропадает лют у нас каждый месяц божий человек уходит деревне редеет на глазах нашему брату все клин до палка и вот на днях то пропала баба одна да к нас вот со всей деревни позвали тебя просить отведать ее у леса честного почему нельзя какой-то скрытой у вас стало а без его знат сглазил кто наверное а чё из деревни то и и всю ворсу утащил вот так вот быват сами мы ничего не понимаем без с нами не говорит а раньше что часто общались до каждый месяц пропадают говорите да то углан или с собой заберет то бабку какую хоть мы и не ругаемся то сейчас почти некоторые бабы так вообще молчком ходит лишь бы не проклясть да чё-то не помогает кто пропал в этот раз галина хорошая баба была так вдова только мужу еще года три как умыкнул лес честной проклял кто-то ну лес может сам взял хорошо отведаю бабу эту может и поговорить удастся с бесом лесным узнаю что он тут у вас удумал то ох спасибо матушка век за тебя молиться будем возьми вот водки полштофа до хлеба задобришь его рост и маревская тут подалеку я бы сам отведал да он и со мной не говорит и с тобой вряд ли будет ну посмотрим бог в помощь так еще не посетителю так чай тут делается в деревне проклятущей уж ты избавительница выведи меня на волюшку побыстрее успокойся мужик так я только прибыл как ты я сверхъязвинского ехал с товарищем угостились я и отправился домой черт дорогу скрыл лешить в эту нимзю проклятущую увел потом конь встал меня из телеги выкинула не угощался бы больше меры дома бы был это верно а ты как оказалось то тоже угостилась лишь к ты чё пришел то за жизнь поболтать про телегу я чего было не помню но там товар у меня остался да и коня надо вернуть я боюсь к телеге тита она к югу тут у дороги должна быть ладно мимо буду загляну в твою телегу спасибо тебе вот тебе ягод в дорогу хоть какая-то польза с этого леса так погнали мимо этого места крестьяне часто ходят на свои поля и поэтому нечисть любит прятаться здесь между разлапистых еловых ветвей так и сейчас вы замечаете нескольких бесов среди деревьев погнали а то чем будет скучно к счастью давай погнали по 0 411 100 хп у нас чеси легко было легко так что он зима дают поглощать следующий негативный статус боленут это кстати очень хорошо но вот это возьмем сразу же поменяем еще где тут он 9 и где она туда ли это вот здесь наверное на скользкий туман стелется по немзинскому полю вас влекут тенета неведомой колдовской силы сплетенные местным колдуном давным-давно они не видны простому человеку но вы безошибочно определяете источник замшелый пень на окраине пахоты пока я смогу о могу вот у нас вот здесь должно быть струхлявый пень рассыпается от прикосновения и выпускает гнилые споры словно гриб дождевик внутри лежит высушенное колдовством первоохрестное яйцо вы забираете старинный колдовской предмет так а что у нас здесь но плюс 3 дает до к защите плюс 3 к словам защитой но это не интересно все поехали тишина отступает перед мирной дрожью земли в тумане сложно разобрать что происходит среди густой поросли ветвей вы подходите ближе и видите переплетение тел животных поток хищников и их жертв слышите топот тысячи ступней процессия мирной рекой текущая вдоль рябящего от сотрясений озера вскоре ледеет и исчезает в белесой дымке некоторое время вы следуете за шествием и по пути вспоминаете старые рассказы деда егора вскоре туман начинает сгущаться и звери теряются в дымке вы размышляете не пройти ли следом и не сбежать ли из этой немзи вы продолжаете идти в молочном мареве и для верности выворачиваете одежду наизнанку туман подступает все ближе и вскоре вас покидает чувство направления несколько раз вы падаете запнувшийся внезапно возникшей на пути корни вы почти выбились из сил однако вскоре дымка рассеивается удивительно вы вновь оказались там где начали путь кажется крестьяне не не обманули да не обманули они нас у пупу пулана лазгус там кажется в этом лесу никогда не ступала нога человека здесь нет ни дорог не тропинок зато вы находите бесовской путь некоторое время вы плутаете не в силах понять странную логику лишачьей тропы и на обратном пути встречаете нескольких сердитых бесов так что тут кто тут блин очень интересно вот 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 Играет музыка Играет музыка Что он хочет 11, да, значит Играет музыка но так сделаем он стучит будет стучит стучит и стучит и чуть-чуть поменяли что ли не эти анимации всякие мои прикольные анимации ставили раньше только 2 анимации да вроде было сейчас мой разный интересно давай 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 мгм сейчас анимации другие появились интересно прикольного бляд минус 36 добрый вечер начал то не серьезно ты в курсе ну всем б.б. нему б.б. чё устанавливать больше 13 хочет не все умоляю тебя бы сейчас будет мальчик не все баба ему б.б. пока пока так уничтожит противника разложения давай возьмем поехали дальше под ногой хрустнула ветка вы замираете охваченный необъяснимой паникой приближается какая-то нечисть сражаться или сбежать не уйдем нахер зачем она мне нужна но так что дрались нормально где-то здесь потерял свою телегу ваш проситель из деревни и правда вы обнаруживаете глубокий след колес что вез этот мужик сотни пудов муки и тысячи мешков с сукном в глубоких колеях собралась студеная роса ваши думы прерывает шум ветра вам кажется что где-то рядом нечестивым вихрем вьются черти вы находите чертову свадьбу на ближайшей поляне очерчиваете круг и бросаете камень в бесовской смерть прежде чем демоны успевают опомниться вы читаете первый заговор и кто там ухи по но это сейчас будет сер больным а ему боба и туда дай мудрика пешка устанавливаем добрый вечер ничоси это что такое сейчас подожди это что такое сейчас в сейф уходит ну давай сейчас херачить прям хорошо да вот это еще задавим так на того вот этого посмотрел и умона наношу у меня . знал лиц добрый вечер это имба имбан чё такое ухи по 24 и и и и и пробуем у меня кпш уходит добрый вечер больно сейчас будет ой как больно не это проигранное скорее все мало пробовал проиграно скорее все особо баба так давай ка мы вот его у него чего ни фигач в того как вот так сделаем этому так сделаем на того все вдоват в этом все в тот еще жестко хорошо вот еще ничего не ставят они будут сэйвиться да тогда делаем сейчас жесткую в толще втапливаем жестко вот так же сделаем на крык атакую что ли это 24 хп вот надо еще в того втопить жестко прям сделаем с тобой так сейчас вот Продолжение следует... 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 плюс 73 плюс 9 он качка башка получали как только раз-два добрый вечер мальчик хорош что интересно я лучше тот наверно возьму это вообще забей давай с тобой как раз можем сделать можем вот сюда да все так ключик еще сделаем что тут и 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 Она погружена в заболоченную землю, будто затонувшая лодка на берегу озера. Вокруг нее нет ни следов лопаты, ни свидетельств присутствия человека. Кажется, повозка погружалась все глубже и глубже в податливую почву, пока не застряла окончательно. Повозка испорчена без надежды на восстановление. Колеса разбиты, где-то вообще не осталось ни одной спицы. Часть досок отсырела и начала покрываться мхом. Что за груз везли в этой телеге? Внутри нет ничего тяжелого, только легкая котомка с разноцветными нитками и лентами, которую вы забираете с собой. А теперь погнали вот сюда. Туман начинает сгущаться. Возможно, вы подходите к границе того мирка, что Леший выделил немзинцам. Не сразу, но вы понимаете, что добрались до перекрестка. Настолько густо кружится молочная дымка. Возле старых голбцов выросли белесые поганки. Пахнет осенней гнилью. Кресты почернели и покрылись мхом. Вы подходите ближе. Кажется, на дереве есть следы выстрелов, дроби. Повреждения выглядят свежими. Под крестами растут поганки. Вы разворачиваете расшитое пермятскими узорами полотенце, что вам дал Ефим, и ставите на него бутылку водки и краюху хлеба. Тут тоже старые кресты, как на Михайловской Ростоне. Солнце уже садится, а туман все стоит. Ну, поехали. Круг начерчен, подношение тоже на месте. Все готово для прочтения заговора. Лес праведный, лесной праведный. Дети ваши, слуги ваши. Раба Божья Галина, крестьянка немзинская, богом упомяненная, не продана тебе, не отдана. Записи на ней не деланы. Чтоб в эту минуту выслал ее. Как сказала, так и будет. Продолжение следует... Молча смотрит на вас с еловой ветки. Ворон. Его глаза горят странным алым огнем, и это не отражение свечей. Ты не из немзи. Ветви будто вторят человечьему карканью птицы. Нет, я пришлая. Векса заплутала. Кар, кар. Я все соблюла. Ну, не напросилась, может. Прости, лес праведный. Карканье ворона напоминает сухой смех. Можешь не распинаться. Я не леший. Не совсем. Как не леший? Я в обряде ошиблась, что ли? Ворон расхаживает по кромке круга, склонив голову. Значит, крестьянку ищешь. А я помогу. Глядишь, и ты мне поможешь в ответ. Так кто вообще? Ты что за беста? Да! Знаешь, как леший хозяйство ведет. У нас все так было до поры. Да ты сама скоро поймешь. Сама поймешь. Как тебе помочь? Сначала крестьянку найдем. Там и побеседуем. Без вершим не справиться. Кстати, ты... Кстати... Это что-то он... Если ты не леший, то где он? Он уснул, как Иван на печи. Как? Так. От храпа туман подымается. Как уснул? А кто за лесом-то смотрит? Что такое сомнительное, что-то задумывает. Что-то задумывает. Что-то он задумывает. Мне нужно выбираться отсюда, а не бабу эту искать. Не выберешься, если лешака не найдешь. Он тебя тут держит. Не я. Не я. Я помочь хочу. Да. Найдем Галину, найдем потом и того, кто ее увел. Кто увел? Хорошо. Но если ты меня обманываешь, где мне искать бабу эту? Ночь уже. Мы туда не пойдем в это время. Уж лучше не пойдем. Да. Завтра приходи к югу от Немзи. Там старое дерево. Да смотри, никому не сказывай, что я тебе поведал. И то худо будет. Никому не говори. Где это дерево? Большое дерево. Найдешь. Кульпу его пермики называли. Дерево дьявола. Никому не сказывай. Гар! Гар! Вы вздрагиваете от резкого крика ворона. Через мгновение он исчезает в тумане. Мороз пробегает по коже. Задумавшись, вы тушите свечи и возвращаетесь в Немзю. Интересно. Какой-то странный, да? Он что-то задумывает явно, что задумывает. Тогда посмотрим, что здесь у нас. Блин, это жесть. Дальше. Дальше. 4 посмотрим так среди для не получилось все за взводу на кассирик глоба по black боку давно не играл давно будем проходить будем проходить будет она чаще на канале сто процентов вот у них на счетах давайте